Ледовая арена спортивно-культурного комплекса «Союз» готова к началу нового сезона. Юные хоккеисты-фигуристы начинают занятия. Насколько комфортно им будет в секциях? Насколько эффективно используются здания и ледовая площадка? Эти вопросы стали основными темами выездного совещания главы администрации Заречного. Очень важное для меня, наверное, определяющее – это расписание занятий, потому что главный акцент – это на комфортности занятий для детей. Это то, для чего строится ледовый дворец. И дети должны заниматься в то время, когда они свободны от учебы. Главное – это, чтобы возможность была занятие зимним видом спорта, хоккеем, фигурным катанием на территории города. Ледовый дворец на месте, обеспеченность с финансированием есть, тренерский состав есть. По мнению Вячеслава Гладкова, расписание занятий спортивных секций в сезоне 2015-2016 составлено с учетом всех требований. Ледовая арена используется максимально эффективно. График занятий юных хоккеистов и фигуристов очень плотный из-за большой востребованности секций у детей и их родителей. Но юным спортсменам уже тесно в рамках города. Они стремятся к новым вершинам. Уже звучат пожелания о выступлении на всероссийских чемпионатах. В этой связи Вячеслав Гладков поручил разработать перспективный план развития детского хоккея в Заречном. Будем организовывать взаимодействие в первую очередь с Пенисской области, потому что профессиональный хоккей там. И мы должны, с моей точки зрения, выстроить взаимоотношения с профессиональным хоккейным клубом «Дизель». Мы готовим, развиваем детский хоккей, готовим кадры к юношеских командах «Дизеля» для того, чтобы там уже готовили профессиональных игроков в зависимости от желания и мастерства хоккеистов. Наряду с развитием детского спорта планируется и популяризация взрослого хоккея. Городская любительская хоккейная лига также будет проводить чемпионат в сезоне 2015-2016 года. С учетом большой востребованности ледовой арены у юных и взрослых спортсменов и пожеланий горожан, скорректированный график массового катания. Основные сеансы будут проходить в выходные дни. Однако, по мнению мэра, этих часов явно недостаточно для того, чтобы все любители смогли выйти на лед спортивно-культурного комплекса «Союз». Альтернативой, по мнению Вячеслава Гладкова, могут стать открытые катки. Конечно, нужно думать. И в первую очередь, мне очень нравятся такие формы массового катания, как открытый лед зимой. Но для этого нужен проект, поэтому мы над этим думаем. Я надеюсь, что мы подойдем к подготовке проекта по размещению открытой дорожки для катания. Подобный опыт в современной России есть. Например, каток на Красной площади. Впрочем, открытые ледовые площадки имеют под собой большую историческую основу. В советское время практически все профессиональные хоккеисты начинали свою карьеру в дворовых коробочках. А любители коньков и не мыслили себе ничего иного, как катание на замерзшей глади водоемов. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...